Всем привет! Вы смотрите канал Gamebrick, с вами я Владимир и сегодня у нас обзор, наконец, последний набор из серии LEGO Nexonite 1 план 2016 года, классный набор, набор номер 7325 Infernox и Захват Королевы. Набор очень здоровский, продается не везде, к сожалению, в основном каталоги его нету, но сегодня мы с вами посмотрим, что это за такой набор и вообще стоит ли его приобретать, пытаться найти, покупать. В наборе две мини-фигурки Королева Альберт, Хальберт и Аарон, также вот Infernox, транспортное средство, это лошадка Аарона Фокса, также в наборе есть две Nexosilla, на обратной стороне коробки показаны функции набора. Молот вот этого Infernox может стрелять, также отстреливаться может и Аарон. И есть еще одна функция, данного монстрика, данного Infernox можно впрячь в тележку Джестро, в повозку Джестро. И самая главная фишка этого набора, то что ему впасть можно засунуть Королеву, все, вроде ничего такого больше нету функции, на торце коробки две мини-фигурки изображены и улыбающийся Аарон Фокс в масштабе один к одному. Инструкция была всего одна, смотреть ее особо тут как бы так и не интересно. Все стандартно, все стандартно, все наборы первой военной 2016 года, кроме трех эксклюзивных, вот один из вас, из них мы сейчас с вами смотрим. Итак, вот сам набор, что-то у меня тут поздно его осталось из предыдущей ускоренной сборки, но по сути две мини-фигурки, главный злодей набора Infernox и тронтайка Аарона. Давайте начнем наш обзор с мини-фигурок, а потом посмотрим вот этого классного монстра, он действительно весьма забавный. Ну давайте, все по порядку, все по порядку. Мини-фигурка Аарона Фокса, все в ней хорошо, все замечательно, кроме одного но, и это но является то, что данная фигурка встречается в трех наборах, в трех наборах серии встречается именно эта мини-фигурка, именно с этой бронькой, с этой головой, с этим шлемом. Одно лишь отличие всех этих фигурок, тем, что сзади вот на этих пинах у этой мини-фигурки вообще ничего нету, у мини-фигурок в других наборах либо одна клипса, когда можно прикрепить болт от его арбалета, либо две клипсы. Вот, собственно, и все различие, все, что есть. Вот, собственно, как-то даже немножко обидно. С другой стороны, если вам не нужны все эти мини-фигурки, их можно лишнее продать. Вооружен Аарон Фокс арбалетом, который стреляет специальными детальками, которые были изготовлены для этой серии, а в другой руке у него щит. Щит с нексосилой, который вы можете хоть сейчас поставить на паузу, сосканить, хоть у нас есть специальные ролики на канале, где все эти щиты выложены. Также в наборе есть вот такой вот щит, лавовый дракон, тоже можете его сосканить сейчас, если у вас еще нет, хотя он уже у многих есть, ну, либо на канале это все есть. А вот следующий мини-фигурка, королева Хальберт встречается только в этом наборе, и это круто. С одной стороны, с другой стороны, не имея этого набора, у вас не будет королевы. Это немножко неприятно, поскольку данный набор, как я уже сказал, достать не так уж и просто, не везде он продается. Например, в Питере его очень сложно достать. Сети магазинов, в которых он есть, у нас в нашем городе не представлены данные магазины. Королева классная, у нее плащик темно-синего цвета, двойной торсик, сзади принты на торсик, такие какие-то королевские лилии, пояс, спереди принты. Два выражения лица у нее. Такое обычное и, в общем, такое несколько кричащее, прям скажем. Ничем она не вооружена, хотя это странно, в мультфильме у нее были всякие такие средства уничтожения врагов. Ну, вот такая вот классная королева. С мини-фигуркой мы разобрались, давайте теперь посмотрим сам наборчик и его функции. Так, вот он набор, огромный Финфернекс и Терантайка, конь, реактивный конь Аарона. Давайте с коня начнем. Для того, чтобы сесть нормально за руль, за вожжи этого коня, нужно убрать оружие, специальность места крепления для оружия, как для его арбалета, так и для щита. Можно это все положить по краям. Конь сделан, ну, в принципе, он обычный, сравнить мне сейчас нету с чем, под рукой у меня нету тех других коней. Ну, отличие от лаймового цвета, зеленый, ярко-зеленый цвет Аарона. Этим он, собственно, отличается. Сделан на основе детали от мотоцикла. Ну, сажаем нашего героя, пускай он мчится спасать королеву. Так, сейчас мы возьмем даже рулем в руки, это, в принципе, чисто теоретически можно сделать. И вот таким вот образом вот это все выглядит. Выглядит гораздо лучше, чем конь того же Ланса из журнала. Это вполне приличная такая коняка. Добавная фигурка. И главный злодей набора Инфернокс. Вот это штукенция. Сразу хочется сказать, что он крут. Вот он реально сделан здорово. Множество оранжевых деталей. Оно его придает законченность какую-то. Такой вот чем-то он похож на Power Miners, монстриков, которые были давным-давно. Ну, не так давно, 2010, по-моему. Две руки, нормальная артикуляция. В одной руке у него четкий такой молоток бур. У него есть функция стрельбы. Заряжаем вот такие вот детальки, диски. Таких, по-моему, дисков не было в других наборах. Насколько я помню, данные диски эксклюзивны для этого набора. И, в принципе, он своим этим молотом может попытаться кого-нибудь подстрелить. Ну, я промазал, и боюсь, что теперь эту детальку я уже не найду. Хотя нет, нашел с трудом, но нашел в комнате. Кроме классных рук, вооруженных этих дубинок, есть классные две ноги. Почему классные? Потому что у них нормальная артикуляция. Нормально это все двигается. Можно принять разные позы. Я тут пробовал его ставить на одну ногу, зажимать в руку. Так, как-то он стоял у меня. Можно опереть на хвост. Можно вот реально на одну ногу поставить. Подвижность очень хорошая и достаточно крепкий он весь. То есть все это сделано. Данные суставы скреплены оськами. То есть ничего нигде не отваливается. Реально классная такая моделька. Сзади у него есть хвост. Вилять он особо им не может. Но, по сути, это заглушка. Если ее убрать, то вот сюда можно прикрепить колесницу джестер. И будет джестер рассекать уже нормально. Не помню, кто там был запряжен в колесницу. Но можно туда запрячь вот этого Инфернекса. Два таких рога у него есть. Можно их наверх поставить. Можно вперед, как по инструкции. И функция набора. Почему он является Инфернекс и захват королевы. Ну, а если в дословный перевод, Инфернекс захватывает королеву. Потому что он ее может реально схавать. Открываем рот. Вообще на хищника чем-то похоже. И засовываем туда королеву. Все. Королева в плену. Ам-ням. И вот он ее съел. Он ее съел. Теперь надо будет Аарону пытаться ее освободить. А я думаю, это будет сделать не так и просто. Он такой классный монстрик. Действительно здорово сделал. Мне он очень понравился. Очень такой душевный, скажем так. Душевный, атмосферный монстр. На этом я с вами буду прощаться. Инфернекс пожелает вам доброй ночи. Ну, или доброе утро. Смотря когда вы смотрите этот обзор. Но я хочу сказать, что данный набор, если у вас будет возможность приобрести, стоит приобрести. Набор хороший, интересный, классный монстрик. Классная фигурка королевы. Вполне себе приличная фигурка Аарона. Единственный минус, что она часто встречается. Но зато здесь есть его конь. Потому что такого его коня ни в каких других наборах не было. Вот, собственно, и все. 5 с плюсом набору. Единственный минус, не везде его можно достать. На этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи. Всем пока, ребята. Всем вам отличного настроения. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!